здравствуйте это канал дикий лайф меня зовут виталий дикий большое спасибо что смотрите пожалуйста делитесь этим видео лайкайте и комментируйте сегодня мой гость наш гость гость канала дикий лайф артем дмитрук народный депутат украины здравствуйте артем здравствуйте виталий здравствуйте все зрители и подписчики канала если мы что нашли время у меня к вам очень много вопросов но давайте начнем с основных событий ну во первых вы сейчас находитесь не в украине насколько я понимаю да скажите чувствуете ли вы сейчас активное давление украинской власти потому что там есть криминальные дела или там одно дело криминальное вас преследует вы это ощущаете или все более менее после последних бурных событий слава богу господь меня укрепляет и сохраняет меня и мою семью от беса зеленского и от его всяческих действий вы знаете этот вопрос нужно наверное разделить на несколько частей и он уже очень объемный это вопрос уже даже есть своя история и свои последствия наверное ну начнем с того что происходит сейчас я нахожусь в лондоне я выехал за границу вынужденно и временно пиком этого стало мое выступление на трибуне верховной рады против законопроекта о запрете веры православной в украине о запрете украинской православной церкви автором двигателем идейным вдохновителем которого является сам зеленский я единственный народный депутат который выступил против этого законопроекта системно выступал против как в первом еще не так и во втором системно работаю над защитой верующих как в юридической плоскости таких публичной плоскости как в украине так и за границей с первых дней гонений на нашу церковь именно после этого выступления я получил информацию о том что меня посадят в тюрьму самое простое самое страшное что офис президента заказал на ликвидацию этому есть огромное количество доказательств и документов подтверждающих конечно я принял для себя решение что мне нужно выехать из украины для того чтобы попросту сохранить свою жизнь и жизнь своей семьи я выехал за границу и уже будучи в лондоне генеральный прокурор украины костин объявил мне о подозрении объявил мне о подозрении и выступая на большой конференции призывал меня вернуться и пристать перед перед украинским судом что же касается моих подозрений в которых там и преступлений в которых меня обвиняют это полная чушь полное издевательство которое юридически разваливается в украине сегодня у меня тоже проходят суды мои адвокаты работают и в украине где уже власть зеленского и суды допустили прокуратура допустили огромное присво нарушений которые тоже нами зафиксированы в лондоне у меня уже прошел первый суд по экстрадиции значит зеленский направил сюда спец письмо в ускоренном формате с особым вниманием просили правоохранительные службы и судебные британии рассматривать мое дело меня быстро арестовали в лондоне арестовали поместили в тюйму в лондоне после чего у меня был первый суд по экстрадиции мои адвокаты предоставили необходимое доказательство мою защиту суд отпустил меня на скажем тогда меня не задержали меня не экстрадировали и уже 1 числа 1 октября будет следующий суд который тоже суд по экстрадиции спасибо за краткую историю на самом деле я в курсе я думаю что просто интересно нашим зрителям что происходит с вами и при каких обстоятельствах это вообще могло произойти но вы все-таки были внутри партии власти это очень интересно если можно давайте сначала поговорим о политике а потом поговорим о там зерковных вопросах которые в общем-то для вас всегда были актуальны и сейчас буду дорожить украинское общество в том числе так вот скажите пожалуйста вот в этой клике людей которые находятся под значит патронатом зеленского летом офиса президента как принимаются решения я обычно из своей журналистской деятельности общаясь политиками понимаю что каждый считает себя государственным деятелем каждый имеет собственное там видение свой взгляд порой навязывает это контрверсии сложности сейчас говорят такого нет как позвонили как сказали так и быстро решили правда ли это ну виталий собственно почему у меня и были конфликты собственного президента с зеленским с командой зеленского с партии слуга народа с первого дня моей депутатской деятельности с первого дня моей работы в парламенте потому что когда все начиналось я был общественным деятелем спортсменом предпринимателем в одессе ко мне обратились люди с команды зеленского и предложили быть кандидатом народные депутаты от партии зеленского от одесского региона я хочу напомнить что одесский регион он дал самое большое количество голосов и поддержки в парламентских выборах команде зеленского это важно отметить работа была проделана очень серьезная и большое количество людей в том числе верующих тогда проголосовали поддержали команду зеленского когда я пришел в команду когда я шел в парламент и были обговоренные определенные моменты касательно свободы воли издревления меня как народного депутата свободы моих действий защита прав граждан до отстаивания религиозных прав и языковых вопросов и так далее так далее не все это было в принципе логично и однозначно и ложилась с теми тезисами которые озвучивал сам президент но сразу после того как уже мы пришли в парламент я пришел офис президента у меня был большой план развития одесского региона это из-за молодежь это из-за духовное развитие и за хабы в городе одессы и и много-много-много чего другого я приехал в офис президента с таким проектором с кучей документов и все это рассказывал в офисе президента на что очень так интересно меня посмотрели и сказали что послушай это нам не надо мы этим по сути сейчас заниматься не будем потом я еще несколько раз пришел в офисе президента с тезисами о том что нужно срочно менять руководство в городе нужно менять губернатора нужно заниматься совершенно другими и так далее так далее что тоже не нашло восприятие в офисе президента одним из последних моих похода в офисе президента это была отставка дмитрия разумкова за которую я был против по своим собственным убеждениям когда Владимир Александрович Зеленский сказал мне что я не могу быть таким смелым потому что долго не продержусь это лично он сказал мне и конечно же все эти моменты и вы правильно отметили что в команде Зеленского в партии слуга народа остались только те функционеры те депутаты те сотрудники тем чиновники в офисе президента те чиновники на местах которые исключительно выполняют даже не волю а указание офиса президента да мы не будем говорить там чко указание там зеленского чко указания макета коллективный Зеленский коллективной офисе президента да которые дают указание Abigail для взросл curseured группа hotel которые выполняют указание без собственного более изъявление или без собственных мыслей нарратив вот тем более защиты граждан Если это депутаты, это граждане на местах, если это чиновники, то это их прямые обязанности, это Министерство образования, Министерство спорта и так далее. То есть в команде президента уже очень давно на первом месте стоит приказ Офиса президента, а не то, что ты можешь предложить, представить, обосновать, объяснить и рассказать о каком-то вопросе и принять какое-то другое решение. Если же ты с этим не согласен, ты враг, на тебя сразу заводятся вымышленные уголовные дела, тебя сразу или выгоняют с должности, или если ты народный депутат Украины, тогда сразу пытаются очернить твою деятельность. Как это было, например, со мной, запускали всякие невероятные статьи, абсолютно вымышленные в информационное пространство, наполнялись нужные блогеры, нужная информация для Офиса президента и очерняли мою работу. То есть моя правозащитная деятельность граждан Украины, одесситов в том числе и так далее, превращалась в абсолютно какие-то коррупционные, гангстерские, бандитские дела, которые очень хорошо подсвечивал Офис президента. Поэтому очень коротко отвечу на ваш вопрос, что это исключительно указание и четкое выполнение. Чем это все стабилизируется или, как сказать, цементируется? Правда ли? Я помню, когда-то определенные средства массовой информации, которые не были лояльны к Зеленскому, писали о том, что... Давайте так, не сейчас, до войны. Очень щедро оплачивались дополнительные конверты. Правда ли это? Давайте первый вопрос. Очень важно. До войны. За несколько дней до войны есть очень хорошая видеозапись, где я стоял возле Верховной Рады, там стояло несколько десятков тысяч митингующих. И я призвал Зеленского схамынутыся и петесы своей посады. Уровень поддержки у Зеленского за несколько недель, за несколько месяцев до полномасштабного вторжения в Украину, он близился к нулю. В Одессе такого вообще уже давно не было. Что же касается финансовой поддержки функционеров партии Зеленского, депутатов и так дальше. Но это разные работы. Это или высокие горы, или глубокие ямы. Все предлагают разное. Но мы с вами понимаем, что такой аппарат, такое количество депутатов не могут существовать без поддержки. Это и определенное выделение соцэкономов, и определенная работа в бюджетной сфере. На каждого народного депутата выделяются какие-то бюджетные средства, которые он может распределять на местах. После этого распределения, да, оно может быть не совсем корректное, не совсем честное. И после этого его сразу садят на крючок. Садят на крючок и говорят, так, молодой человек, а вы уже в этом году заработали с наших денежек, и здесь поступили не так, как положено. Поэтому, пожалуйста, голосуйте как надо, потому что больше денежек не получите, а в худшем случае пойдете в тюрьму. Поэтому, конечно же, инструменты для принуждения абсолютно разные. Я, как я уже сказал, повторюсь, это и высокие горы, и глубокие ямы. Что больше кому подходит, возможно, и то, и другое. Ну, все-таки я задал конкретный вопрос. Вот описали вы картину, которую я видел на протяжении всей независимости. Так всегда было. Особенно региональные или там мажоритарные депутаты всегда кормились интересов в бюджете. Им там выделяли бабки на что-то, на какие-то проекты, в том числе для собственного пиара. Но при этом просили, пожалуйста, голосуй, учитывая наши интересы. Я спросил о конвертной истории. Она вообще имеет место быть? Смотрите, может и имеет. Я об этом знаю точно так же, как и знают журналисты. Поскольку я не был близок к первым лицам, так скажем, в партии «Слуга народа» уже после того, как начал высказывать свое «Ф» по деятельности партии, по деятельности функционеров. Поэтому, если бы даже я хотел бы вам рассказать, я не хотел бы врать. Потому что я знаю то, что знают журналисты и расследователи. О этих конвертах и суммах. То, что и вы знаете. Цифры какие-то 5, 10, 20, 30, 50, месяц. То, что журналисты рассказывают, то я и знаю. Еще два вопроса по этой теме. Переходим уже к политике общей. Смотрите, почему я спросил о деньгах. Дело в том, что сейчас очень много скандалов, где депутаты декларируют, либо забывают декларировать. А огромные прибыли, даже за те годы, когда идет война. Притом, эти прибыли, они просто умопомрачительны. И, конечно же, возникает вопрос. Это коррупционные схемы или все-таки дотации? Смотрите, а здесь все очень просто. Да ты их взял? Ну, да ты их взял, скажи, будь ласка. Ну, если, допустим, депутат становится депутатом, да? И до этого он работал преподавателем, учителем. У него была определенная какая-то там зарплата, были определенные остатки и так далее, и так далее. Ну, фантастическим образом появляются какие-то ландкрузы, какие-то квартиры, машины и так дальше. Вопрос же возникает, правильно? Логично, да? Если человек до вхождения в политику занимался бизнесом, профессиональным спортом и так далее, ну да, логично, что и в политике у него будут какие-то автомобили, какие-то машины, какие-то квартиры, дома и так дальше. У меня, допустим, очень страшно, очень странно возникает вопрос, когда к людям, которые до политики ездили на тех же ландкрузерах, да, и стали народными депутатами, ездят же на них же, и им задают вопрос. А какие к ним могут быть вопросы? Они свои деньги и свои ландкрузеры заработали еще до политики. Вы задавайте вопросы тем, кто в тапках пришел в Верховную Раду, да, а через пару месяцев уже выехал на ландкрузере. Вот тут получается уже вопрос. И, конечно, к этим всем людям нужно их задавать. Но при сегодняшней ситуации, как правило, это те люди, которые выполняют четкие указания собственного президента, и к ним нет вопросов, да. Живи как хочешь, грабь, убивай, занимайся коррупционной деятельностью, делай, что хочешь, но главное, слушай, что тебе говорят из офиса, выполняй эти приказы, носи это самое герб, слава Украине, вышиванка и все остальное. Тогда у тебя не будет никаких вопросов. Потрясающе. Ну и по этой теме завершающий вопрос. Скажите, значит, Рахамия говорил о том несколько раз, что у него есть достаточно приличное количество заявлений о том, что люди хотят избавиться от депутатского мандата. Речь идет о представителях партии власти. Так ли это? И почему количество уже выросло там до 35 человек? Говорят, даже так. Вы что-то об этом знаете? Ну, смотрите, что же касается того, что депутаты хотели бы покинуть парламент. Ну, эта ситуация не сегодня началась. Просто во время войны она была такой, скажем, заувалированной, закрытой. Этот вопрос не поднимался, потому что было огромное количество других вопросов, которые есть на сегодняшний день и которые еще стали острее, связанные с войной. Ситуация с выборами в парламент была открыта еще до полномасштабного вторжения, еще до февраля 2022 года, и с тем, что огромное количество депутатов хотели сложить мандаты. Это связано с давлением изовсия президента, это связано с невозможностью выполнения своих обязательств или избирателями и так далее, и так далее. Если говорить конкретно о том, что происходит сейчас в Италии, то это, да, это абсолютная правда. Большое количество народных депутатов, ну, 30, не 30, но человек 25 с легкостью, если бы у них была такая возможность, то есть если бы они не были управляемы полностью, да, офисом президента, они бы сложили свои мандаты. И да, да, это правда. Но это не только депутаты от слуги народа. Здесь нужно понимать, что с началом войны в парламенте понятие слуги народа, оно очень размытое, потому что в Венесон работают практически все группы в парламенте, практически все партии, иногда отклоняясь от основного вектора, который направляет офис президента. Сейчас военное время, сейчас некоторые считают, иначе нельзя, и, соответственно, наступают себе на горло, а другие просто пользуются своей золотой акцией. Ну, не мне вам рассказывать, вы же знаете, как это все происходит в политических кругах. Ну, а теперь перейдем к большой политике. Скажите, пожалуйста, вот недавно Зеленский представил план победы, потом поехал в Европу, сейчас это обсуждение происходит, но я не об этом. Параллельно, моментально, как-то странно появилась такая социология, результаты которой показали, что после определенного падения, ну, там было сказано так, вы правильно абсолютно сказали, что перед войной Зеленского очень плохо было с рейтингом, война ему подняла, как это ни парадоксально, да, а потом тенденция до снижения, она как бы продолжалась. И тут, хоп, все зависло. Оказывается, сейчас стабильно 59%. Правда ли это? И как можно верить в социологии военных условиях? Сашева разрешение разделю на три момента вопроса. Почему поднялся рейтинг Зеленского? Что сейчас происходит в Европе? Значит, смотрите, первое. Почему поднялся рейтинг Зеленского? Ну, с началом полномасштабного вторжения Бон-Эфтик стал героем. Бон-Эфтик стал героем. Он закрыл то, что не успел закрыть до полномасштабного вторжения. Имеется в виду медиа, политических оппонентов своих, оппозицию. Кого надо за первых пару месяцев убили, посадили в подвалы, посадили в тюрьму, зачистили. Кто-то убежал. И что такое у нас политика? Политика, вы знаете, да, собираются каждый день, каждую субботу. Разные спикеры, политические эксперты, оппозиция. На эфирах рассказывают о том, что происходит, что хорошо, что плохо. И таким образом люди могут определить, кого им поддерживать, кого не поддерживать, какой вектор развития им нужен и так дальше. А здесь же создался определенный вакуум. Его создал Зеленский. С началом войны существует одна правда. Правда Зеленского. Пропаганда Зеленского. Блогеры, журналисты и так дальше начали работать исключительно на вектор развития, вектор информации, на информационный вирус, поражающий наших граждан, на информационную пропаганду только Зеленского. Именно поэтому его рейтинг вырос. Других не было. Другим нельзя говорить. Нам же всем внушили, гражданам Украины, що є тільки один переможий, це Зеленский. У Зеленского вже в команде, у них какой вектор развития? Что победитель, участник, воин, функционер и так далее, один человек. Да, это такая у них история. То есть не может быть другого человека. Это четко и ясно прослеживается, как он убирает своих политических оппонентов. Это четко можно проследить, допустим, по Залужному, который начал набирать политическое влияние в Украине, начал набирать рейтинг и с ним очень технично справились и отправили в Британию отдыхать. То же самое можно проследить по Буданову. У человека повысилась узнаваемость, повысился рейтинг, и его очень технично начали убирать с комментариев, с ТВ, меньше брать у него интервью. И даже была попытка сейчас, реальная попытка, его снять с должности. Но риски были очень высокие, поэтому на это не пошли, а просто ограничили его в медиапространстве. Именно поэтому искусственно рейтинг Зеленского и поднялся. Что же касается Европы. Европа устала от войны. Весь даже коллективный Запад устал уже от войны. И нам четко надо уже всем понять, что сегодня, сегодня Запад рассматривает варианты восстановления отношений с Россией. События БРИКС, другие события, внутренние события на Западе, выборы и в Америке, и в Европе, будем называть это коллективный Запад, потому что примерно событийность одна и та же. Это и внутренние конфликты, и миграционная ситуация, экономическая ситуация, и цены на ресурсы. Все эти вопросы примерно одинаковы, как в Америке, так и в Европе. Поэтому сегодня уже коллективный Запад рассматривает, как ему заново построить взаимоотношения с Россией и сильно устал от войны в Украине. И поэтому рейтинг Зеленского на самом деле сегодня, вы сказали о доверии 59%, это абсолютно не так, это неправда. И как только мы сможем провести нормальную, объективную социологию на фоне остановки войны и подключения в эту борьбу хотя бы несколько еще политических лидеров, мы увидим очень интересные вещи, что у Зеленского на самом деле рейтинга, вернее, у него есть, конечно, 100% узнаваемость, это для политика очень важно, но уровень поддержки у него буквально несколько процентов людей, которые остались еще инфицированы информацией, которые он предоставлял им на протяжении двух с половиной лет. Интересная, кстати, тема. Я тоже очень пренебрежительно отношусь к украинской социологии. Когда-то Женгеров говорил, что украинская социология, это сколько заплатил, столько и получил. Если раскошелился, всегда тебе сделают то, что нужно. Но верить и проводить военное время социологию, это как-то бессмысленно, потому что люди в кармане... Ерунда, полная ерунда. Смотрите, сейчас все граждане нашей страны находятся в ужасном психологическом состоянии. Сегодня люди на улице, когда им задают вопросы, кого его поддерживают? Да, Господи помилуй. Они скажут, Зеленская и все. Конечно, и все. Потому что если они скажут сегодня, что они поддерживают какого-то другого, альтернативного кандидата, или скажут, не дай Бог, что они симпатизируют Лукашенко, а у Лукашенко было 75% поддержки до полномасштабного вторжения в Украине, и он нравился гражданам Украины очень. Так он, через два часа у него будут дома избу, а если это женщина, то мужа ТЦКшники заберут и посадят в подвал. И это же то, что сегодня происходит в стране, вот это давление на граждан, и освещение максимальной медийной плоскости, и ненаказуемость этих деяний вызывает у граждан Украины очень специфическое отношение к ответу на все эти вопросы. Вот и все. Да, трудно не согласиться, а буквально через какой-то промежуток мы снова вернемся к социологии, но все-таки. Эксперты, аналитики, люди, которые прекрасно понимают ситуацию, да и вообще хорошо мыслят, они говорят о том, что кризис рождает лидеров. Ну вот вы вспомнили о заложном. А можете сказать свое видение, как вы думаете, а почему заложный таким образом слился? Более того, последнее его заявление, интервью и выступление за границей, которое комментировал он украинские события, он сказал, что он член команды Зеленского. Это такая игра? Или как понять стратегию действий заложного? Или он все-таки видит себя в дальнейшем лидером, просто ждет определенную стартовую позицию, то есть определенных обстоятельств? Ну, смотрите, заложный. Разберем кейс, заложного. Будем разбирать его не как военные эксперты, а с точки зрения политики. Это был субъект, который набрал молниеносно первое, узнаваемость, второе, уровень доверия граждан. Он был один из основных субъектов, лидеров, которые спасли страну и которые, я хочу напомнить, дали реальные результаты, победы для Украины. И гражданам Украины положили информацию, что это положительный персонаж в какой-то степени спас, защитил страну. Были ли у него шансы на то, чтобы в случае, если тогда бы сразу произошли выборы, там через год, через полтора, после начала полномасштабного вторжения, он, конечно, мог бы участвовать в выборах президента, и многие бы сказали, он бы стал президентом и так далее. Именно по этой причине Зеленский, проводя социологию, посмотрел уровень доверия и поддержки заложного и отправил его в Британию. Что же касается того, мог бы ли он стать президентом? Я в это не верю, потому что это были раздутые рейтинги доверия, такие молниеносные, вспыльчивые. А если бы мы начинали говорить о конкретных вещах, то есть когда бы заложному пришлось бы отвечать на более развернутые вопросы, касающиеся социального развития, экономики, строительства, инфраструктуры, созидания, значит, общения, дипломатии с соседними странами и так далее и то подобное, то у граждан бы ситуация поменялась бы, и отношение к заложному поменялось. Это первое. Что же касается того, что он оказался в Британии? Ну, нужно понимать, что Валерий Фёдорович выбрал для себя, скажем так, более оптимальную формулу своей дальнейшей жизни, своей дальнейшей работы, и можно сказать, он остался победителем в этой ситуации, да, он показал результаты для страны и поехал послом в Британию. Что же касается его последних заявлений, честно вам скажу, мне трудно их оценивать, поскольку Валерий Фёдорович очень мало проводит публичных заявлений и освещения, или комментарии с событий, он проводит какую-то внутреннюю, закрытую, я бы сказал, даже деятельность на этом месте, на месте посла в Британии, вот, поэтому сложно оценить, возможно, ему сказали, чтобы он заявил о тех или иных вещах, да, то есть, по сути, это, он продолжает работать на команду президента, он продолжает выполнять, скорее всего, какие-то их требования, их работу, поэтому я бы не стал оценивать Валерия Фёдоровича как сегодня человека, который может объективно или реально рассказать о тех мыслях, которые у него есть, о том видении касательно страны и событий в стране, которые у него есть, мы же слышали о заявлениях касательно мобилизации женщин в случае необходимости защиты Европы и так далее, они все такие, знаете, под большим вопросом, и я думаю, что, я скажу так, не нужно относиться к ним сильно критически, нужно просто относиться к этому как не сильно серьезно, скажем так. Соглашусь с вами, но на самом деле каждый месседж, каждое заявление, оно ориентирует человека небезызличного, который следит, да, вот ожидали, да, что заложено заявить про себя, но он как-то играет в свою игру, посмотрим, но если мы говорим о его заявлениях, вот относительно тотальной мобилизации, как она проходит, это совсем отдельная тема, скажите, у меня возникает вопрос, как у обычного гражданина, почему элита забронирована, не воюет, очень даже неплохо себе живет, каждый день как бы скандалы связаны с какими-то коррупционными схемами, с незаконными процессами обогащения, а все остальное ужасное состояние лежит на обычных людях, то есть это меня удивляет, почему не собственным примером, а такими нотациями через СМИ, да, всех лечат, что нужно воевать, но при этом они живут иначе. Меня это не удивляет, Виталий, честно вам скажу. Ну, послушайте, они так называемые элиты, потому что элиты это другое, это высокоэффектуальные, развитые люди, которые занимаются другим, назваемых элиты в украинском, в украинском парадигме, да, но они попробовали, они прощупали, что можно, ну, извините за вражение, people хавают, people хавают, бросают последние гривны со своих мизерных зарплат на покупку, на покупку пикапов, на которых потом же их же мобилизируют, ломают, так дальше, то есть элиты прощупали, попробовали, что можно, можно зарабатывать огромные деньги, завозить в Киеве, и при этом им за это ничего не будет. Послушайте, сегодня же четко, ясно выражена концепция заработка огромного количества денег абсолютно на всех структурах, но ни до кого же не секрет, что сегодня ТЦК это одна из самых прибыльных отраслей Зеленского. Сегодня ТЦК ежегодно Зеленский зарабатывает от 2 до 4 миллиардов долларов, но неужели вы думаете, что он хочет потерять такой ресурс? Конечно же нет, на сегодняшний день он занимается исключительно укреплением этого ресурса. На сегодняшний день происходит укрепление силовиков. Вовсе президента был дан приказ укрепляться, усиливаться, повысить контроль над той медиа, которая осталась, повысить контроль над журналистами, повысить контроль над блогерами, над теми людьми, которые могли бы еще высказываться у себя в социальных сетях, в инстаграмах, в тиктоках и так дальше. Быстро на это реагировать, всем быстро затыкать рот и так далее. Приказ о том, чтобы усилить отошли ТЦК. Сегодня в ТЦК работают 100 тысяч человек. 100 тысяч человек это 100 батальонов. Это люди, которые могли бы заменить полностью всю первую линию на линии фронта. Но это не происходит. Не происходит только потому, что это выгодно сегодня у все президенты исключительно. Первое, этот вопрос нужно разделить тоже на две части. Первое, это заработок колоссальных денег. И второе, это возможность мясом заткнуть те пробелы, которые появляются на фронте. Почему мясом? Потому что это люди, которые не проходят обучение, это люди, которые идут на фронт без надлежащей экипировки. И, конечно же, срок их жизни на фронте занимает примерно 2-3 недели в среднем. Поэтому это возможность продолжать зарабатывать и удерживаться в власти. Вы сказали относительно укрепления правоохранительных структур. Я знаю, что вы были в правоохранительном комитете, работали как народный депутат, но вас недавно исключили. Ну, понятно, мы с этого начинали эфир, сейчас принимаются любые способы вас состранить в исполнении ваших служебных обязанностей. Но меня тоже это очень сильно удивляет. Обратите внимание, Зеленский на одной из пресс-конференций говорил, если в стране не будет денег на войну хватать, он будет сокращать госаппарат в первую очередь. технологии и так далее, и так далее, за одним числом даже антиконституционно. Но все же финансирование всех структур правоохранительных, также аппарата там Верховного Совета, Генеральной прокуратуры, Офиса Президента, и я могу дальше, дальше, дальше продлить это все, все в плюсе. То есть люди в минусе, а все это финансируется, даже больше тратится денег, чем в прежнем году. Как вам такое? И чем это объяснить? В одном культовом русском фильме «Бумер» была такая фраза «А кто же останется?» Менты. Вы знаете, она очень узкая такая, кажется, очень простоватая, но в то же время всеобъемлющая. Что сегодня происходит? Сегодня весь бизнес в стране, особенно мелкий бизнес, это там общепиты, это небольшие ресторанчики, кафешки, это какие-то швейные предприятия и так далее. Есть мелкий бизнес, фитнес и так далее. Он закрывается в Украине за невозможностью работать. По первой причине из-за налогообложения, по второй причине из-за отсутствия сотрудников элементарно или из-за того, что сотрудники просто не могут добираться до места работы или это вызывает у них огромные сложности из-за того, что их элементарно могут по ходу следования каких-то мест работы похитить, побилетить или отправить на мясо. Ни одна, ни вторая, ни третья перспектива их не устраивает. И сегодня укрепление силового блока хорошо очень работает на укреплении и продолжении работы Зеленского и всей его команды. То есть, они четко выбрали стратегию развития. Мы ослабляем общество и повышаем работоспособность и усиливаем правоохранительную систему и силовой блок. Это СБУ, это ТЦК, это МВД и другие правоохранители и силовики. То есть, мы им даем зеленый свет на собственное укрепление, на собственное обогащение. Мы их не ругаем, мы их не наказываем, но при этом они должны защищать наши интересы. Они будут защищать наши интересы, быть нашими охранниками, хранить нашу безопасность, при этом понижать спроможность обычных граждан. То есть, такой обычный сценарий, который приводит к тому, чтобы Зеленский мог дальше продолжать быть президентом. Сегодня в нашей стране за время полномасштабного вторжения за этих два с половиной года сотрудники ТЦК, сотрудники СБУ, сотрудники полиции, вот эти все патриоты, воины, вот эти новоиспеченные там разные блогеры, блогеры, волонтеры, которые до этого никогда бы в жизни не могли бы ничего заработать, стали миллионерами. Сегодня у нас в стране такое количество людей и уже с силой, и с деньгами, и с защитой, которым выгодна война, что просто обычные граждане, извините за желание, голову поднять не могут. Они просто не могут конкурировать с этими бесами, с бесами, которые до полномасштабного вторжения двух слов связать не могли, не могли создать ни малейшего предприятия, не имели ни возможности, ни сил, ни желания, самое главное, работать честно, сегодня стали героями. Взяли в руки автоматы и пошли бить обычных граждан. Сегодня же на улице, когда мы видим, что ТЦК забирает граждан, это же не только ТЦК забирает граждан и ворует, это сведение счетов, это продолжается конкуренция между определенными преступными группами, конкуренция между предприятиями, когда одна группа заказывает другую, людей воруют, пытают в подвалах и так дальше, под прикрытием легализированной преступной деятельности Зеленского. Зеленский сегодня легализировал преступную деятельность, точно так же, как и легализировал законопроект Моза Третья Церковь, легализировал преступную деятельность всех этих врагов нашей страны. Буквально через небольшой промежуток времени мы об этом обязательно поговорим, но я все-таки хотел бы иллюстрировать любой разговор лучше какими-то фактами. Вы знаете о том, что произошло резонансное убийство в Одессе, там убили главу подразделения помощи полиции, потом, когда начали копать, вот как раз то, о чем вы говорите, есть определенные структуры, которые якобы содействуют правоохранительным органам, ну, наверное, не бесплатно на каких-то условиях и, соответственно, как бы свои собственные происходят там разборки. И о чем мы узнаем, когда копнули? Оказывается, что эти возможные значит группировки помощи являются даже контактерами или там звеном в системе обогащения. Через них идут деньги в ТЦК, ну, и, в общем-то, я могу продолжать. То есть, как говорят доктора, очень все запущено. Более того, сейчас я увидел, как Министерство обороны и там представители вооруженных сил Украины инициируют криминальные дела тем журналистам, блогерам, публицистам, которые активно показывают и рассказывают о ужасных процессах, которые осуществляют ТЦК. И речь идет о грубейшей мобилизации и все, что с этим связано. Ваше мнение по этому поводу? Значит, смотрите, что же касается того, что следят за блогерами, за спикерами, за всеми, кто пытается высказаться, пытается осветить ситуацию, которая происходит на самом деле, я там написал у себя в Телеграм-канале еще задолго до происходящих событий, написал, что ребята, будьте очень аккуратны, поскольку в офису дан приказ закрывать рот всем блогерам, спикерам, всех, кто будет говорить правду о происходящих событиях в Украине еще до этого момента, пока вы сможете покинуть территорию Украины. Это первое. Второе. Что же касается такой сегодня структурной, спланированной, хорошо организованной деятельности ТЦК совместно с СБУ, совместно с некоторыми правоохранителями и подключением к этой деятельности общественных формирований, тех общественных формирований, которым дана возможность не ехать на фронт, не участвовать в боевых действиях, но при этом выполнять приказы ТЦК, то есть это прикомандированные такие гражданские группы, которые вместе с ТЦК, с полицией, с СБУ похищают людей, задерживают людей и так далее. Сегодня вся эта группа зарабатывает большое количество денег. Я вам сказал перед этим, что Зеленский получает в год от 2 до 4 миллиардов долларов, и, естественно, часть этих денег оседает на местах. И вот один очень яркий пример произошёл в Одессе, где одного из глав таких общественных формирований убили в Одессе это такой пригород Одессы между Таирова и Черноморка. Не доезжая до Савиньона, на трассе он ехал на своём автомобиле Тесла, и его просто убили, убили спецы, он был застрелен, значит, было ранение в спину и, значит, контрольный выстрел в голову. Значит, глава этой группировки, он во время последних рейдов ТЦК по клубам, по ночным рейдам, вы помните, недавно они были, он занял лидирующую позицию, он смог собрать самое большое количество мирных граждан и доставить их в ТЦК, после чего половину отправили на мясо, половину оберетили и отправили домой. То есть, он был одним из лидеров этой организации. И у него начались конфликты как с СБУ, так и с другими конкурирующими общественными формированиями, которые тоже бились за эту работу, потому что они получают гарантированное бронирование, то есть, их не забирают в армию, плюс они получают хорошие заработки с этого. Заработки главы такого формирования исчисляются десятками тысяч долларов. То есть, глава такого формирования при нормальной работе, при нормальном сборе мирных граждан в городе получает 10-30 тысяч долларов в месяц. Это так, по-тихому. это без особых контактов с главой ТЦК, где они делают разные справки, поддельные белые билеты, белые билеты, и так далее, и так далее. Поэтому это была просто конкуренция между СБУ, общественными формированиями, и один из таких субъектов просто ликвидировал конкурента. То есть, это такая мафиозная уже структура внутри страны, которая легализирована президентом, в которой уже происходит такая дележка, которая приводит к смерти функционеров. Да, мы в последнее время много узнаем очень интересных фактов относительно элитовых, так называемых, почему она не воюет. Я вон увидел, как рассказали вот эту историю с семьей Круп, или Круппы, главой МСЭК Хмельничиной. Оказалось, там из 215 прокуроров 49 инвалидов в прекрасном состоянии, но все получают деньги из бюджета. Потом копнули, оказывается, эта история работает по всей Украине. Но не будем об этом говорить. Все-таки, вот когда Зеленский представлял план победы за день до этого или за два вышла социология, про 59% мы поговорили, якобы, которые там существуют. Но и был второй вопрос. Оказывается, КМИС, это организация, которая проводила опрос, я говорю, зрителям, также спросил о запрете Украинской православной церкви. И по их результатам якобы 80% украинцев за то, чтобы запретить УПЦ в Украине. А как вы это объясните? Я объясню это очень просто. Ну, во-первых, у нас сомнения происходят, сомнения и у вас, и у меня касательно самой социологии, касательно периода проведения социологии, касательно того, насколько люди могут высказываться и много-много вопросов, которые можно записать в целый столбик на целых несколько листиков. Что же касается вопроса конкретно УПЦ и желанием украинских граждан на ее запрете. Вопрос же в социологии ставится совершенно не так. То есть вопрос фациологии ставится следующим образом. Выступаете ли вы за запрет Украинской Православной Церкви, Московского Патриархата, или, например, выступаете ли вы за запрет Украинской Православной Церкви, Русского Патриархата, или за запрет, просто вообще не думая, пишут, за запрет Русской Церкви Украины. Когда в Украине граждане за слово Россия, русский, или за какую-то символику, или за вообще подобные высказывания о мире, о дружбе с Россией, или вообще о чем-либо попадают в подвал, конечно, любой гражданин ответит да-да, конечно, конечно, запрещать. Это полный бред и абсурд. Ни одна социология не проводилась как положено, вернее, я знаю внутренние социологии, которые проводились и по политикам, и их поддержке, и по отношению к Украинской Православной Церкви, и по отношению к ПЦУ. Эта социология, она не соответствует действительности, потому что вопросы в ней ставятся абсолютно некорректно и давят как раз на психологическое состояние человека. Поэтому опрашиваемые люди, по сути, даже находясь в тяжелом психологическом состоянии, не знали, что у них спрашивают. Скажите, вы же наблюдали историю с захватом храма или попытками захвата храма в Черкасах, там даже говорят, мэр поучаствовал, но там я посмотрел картинку, был потрясен, там участвовали люди в военной форме или в зеленой форме, все было настолько организовано. Как вы это можете откомментировать? И я понимаю, что время от времени это возникает в разных регионах Украины. Виталий, неправильно, это не время от времени, это системность. Это, к сожалению, сегодня системность и это сегодня процесс, который полностью контролируется лично Зеленским и отчет, по которому приносится лично Зеленскому. Когда был проголосован первый, первым чтением законопроекта запретия церкви, во втором чтении законопроекта запретия церкви, это была легализация вот как раз этих действий. Если хотите, давайте конкретно на примере храма в Черкассе. Давайте разберем эту ситуацию. Что мы видим? Храм, собор, огромная община, большое количество людей, украинская православная церковь, их территория по бумагам законна, праватная властность, то есть это не общественная организация, это не коммунальная собственность, это частная территория, храм, всё, всё как положено. И тут пришло время отобрать и этот храм, настоятель, митрополит Феодосий. Что происходит? В этом храме большое количество людей, прихожан Украинской православной церкви, которые автоматически являются оппонентами режима Зеленского. То есть они уже никогда не поддержат Зеленского, это его политические оппоненты. И таким образом, помимо того, что Зеленский просто, ему просто не нравится православие, он убирает своих политических оппонентов. Что же мы видим? В 3 часа ночи в храм приходит 100 человек в военной форме, вооружённых человек, срывает замки, проникает в храм, ворует казну храма, ворует дорогостоящие старинные иконы и ждёт, пока туда придут собственники и прихожане храма, которые его строили, содержали и так дальше. Приходят прихожане, это бабушки, дедушки, священники, монахи, которые в этом храме всю жизнь молятся, его строят и содержат. Между ними начинается конфликт, начинается драка, начинается сопротивление. Так получилось, что прихожан пришло очень много, хотя это бабушки, дедушки, старики и просто женщины, им получилось выгнать этих захватчиков из храма. Один из захватчиков открыл стрельбу у наших прихожан, в тот же момент в алтаре был избит митрополит Феодосий, просто избит этими ребятами. После этого пришёл приказ от мэра города о том, что забираем храм, все объединяемся, весь город объединяйтесь для того, чтобы отобрать храм. То есть, по сути, просто он участвовал в рейдерском захвате этого храма. Пришли, захватили, избили десятки людей в тяжёлом состоянии в больнице. Владыка Феодосии находится в больнице, ничего не видит, с ожогами глаз, с ожогами лица после того, как его задули газовыми баллончиками. Храм отобрали, в храме больше на данный момент уже не будет проводиться молитва, не будет богослужений, там будет развлекательное мероприятие или военное подразделение, где будут проходить какие-то их организационные моменты. В тот же момент этот мэр, мэр Черкас звонит в офис президента и отчитывается, пане президенте, мы взяли, мы взяли храм перемога. Что происходит вообще? В войне, в стране, где просто каждый день гибнут сотни, сотни людей, извините, тысячи людей на фронте, мы теряем территории, страна просто идёт непонятно куда, президент лично контролирует, как отбирают храмы. И это только потому, что он знает по своей внутренней социологии, которую я видел, что прихожане Украинской Православной Церкви, которых активных на сегодняшний день 6 миллионов, которых постоянно становится всё больше и больше, их функционеры, их сторонники выступают исключительно против Зеленского, понимаете? И он таким образом убирает своих политических оппонентов. На сегодняшний день это реалии государственности в Украине. Вы же прекрасно понимаете, что основная версия, которую излагают представители высоких кабинетов, это то, что она связана якобы Украинская Православная Церковь с Российской Православной Церковью, позицию Кирилла по поддержке войны все знают, и, соответственно, это не то, что нам нужно. Хотя у нас по Конституции, как они считают, по Конституции у нас церковь, государство отделено от церкви, или наоборот, не имеет значения, но все процессы, связанные с появлением ПЦУ, это было все с мотивацией именно тех людей, которые были при власти Порошенко и так далее, и так далее. У меня возникает вопрос, вот когда во время войны нужно единство, все равно эту тему педалируют, на этом заостряют, то есть, в общем-то, кто-то заинтересован, чтобы никакого единства не было. А к чему это приведет, если есть внешний враг и внутренних полно врагов? Вот как это можно решить? Зеленский сказал, что внутренних врагов у нас нет. Нет, ну это такое, потому что он сказал, мы делим на ноль, или множим на ноль, да, на самом деле. Очень хорошо, что он об этом сказал с трибуны, это значит, что он признал, и в обществе уже четко есть формулировка того, что помимо, как нам всем два с половиной года пропаганда внушала, что внутренних врагов нет, есть только враг России и так далее, и так дальше, и сегодня в обществе четко сформировано мнение о том, что в Украине есть внутренний враг с четким именем и фамилией, это Зеленский Владимир Александрович, который является основным врагом Украины и всего украинского народа и его все псы и бесы, которые его сопровождают. Что же касается того, что Украинскую православную церковь окрестили московским патриархатом и Зеленский говорит, что это наши враги, их нужно закрывать, заборонять, выгонять и так дальше. Ну, это стандартная пропаганда от офиса президента, это борьба с этими вымышленными врагами, над которыми они могут одержать победы. То есть им нужны победы. Им нужны победы, над которыми они будут рассказывать, что вот они и есть, и так далее, и так далее. Мы, думаю, можем сами четко разобрать для наших зрителей, кто еще не в курсе, кто еще не разобрался, очень коротко и очень просто, что такое Украинская православная церковь. Украинская православная церковь – это церковь украинского народа, которая у нас в Украине испокон веков. Это наша церковь, которая в 91-м году еще до независимости Украины стала абсолютно независимой. Церковь, в которой решения принимаются в Киеве нашим блаженнейшим Ануфрием. Что же такое ПЦУ? ПЦУ – это государственная организация, создана Порошенко, по наследству передана Зеленскому для того, чтобы в Украине не было других объединений, независимых объединений, религиозных, созданных именно с этой целью. И для того, чтобы там были только свои люди. Государственная организация ПЦУ. Созданная Порошенко, по наследству переданная Зеленскому. Вот и все. Ни больше, ни меньше. Исключительно всех вот этих историй, что у ПЦ там какое-то отношение к русским и так далее, и то подобное, что все абсолютная бредятина. В Украине, знаете, до полномасштабного вторжения, до 2014 года, так вообще все граждане Украины имели отношение к русским, так же и русские, к украинцам. Это все полная ерунда, пропаганда, которая очень хорошо раскручена и запакована в офисе президента, и которая сегодня, слава Богу, уже работает против них. Потому что я очень, несколько раз с вами уже упомянул социологию, которую я видел закрытую. И вот по закрытой социологии, так называемые по партии, которые выступают за войну, это условная партия Зеленского, партия Порошенко, и еще там функционеры такие, как Лачин, Стерненко и другие, сегодня они набирают мизерную поддержку, а партии мира, партии защиты, защиты граждан, их прав, религиозных прав, и субботы, и так далее, набирают больше 75%. И есть еще очень много моментов, когда старые политики из орбиты ОПЗЖ набирают реальные рейтинги больше 10% на сегодняшний день по закрытой социологии. Поэтому это очень интересные вещи, которые очень скоро наберут своего пика, пика ненависти, пика осознания. Но сегодня же все больше людей осознают на самом деле истинное лицо, истинную политику, истинное предназначение Зеленского и его работы. Не только в Украине, но и за границей. Если за границей еще совсем недавно Зеленский это был герой, он был для всех героем, как и для депутатов, функционеров, так и для граждан, которые покинули территорию Украины, то сегодня это уже далеко не так. Помимо того, что я вынужденно выехал за границу с территории Украины, для своей защиты я здесь очень много провожу работы именно с депутатами, с правозащитными организациями и рассказывая им о тех событиях, которые происходят в Украине и о том, что такое на самом деле Украина Зеленского. И на сегодняшний день у большого листва людей уже открываются глаза и понимание того, что на самом деле происходит, если не смотреть на ту пропаганду, которая идет исключительно от Офиса Президента. А что касается Украинской Православной Церкви, так это была вообще их основная ошибка. Если бы они не трогали церковь, не трогали веру, так я думаю, что у них бы успешно продолжалась их деятельность еще очень-очень долго. А поскольку они этим занялись, то я думаю, что конец Зеленского очень близок. Как считает Артем Митрук, народный депутат Украины, ну, у меня тогда возникает вопрос, а может быть это просто борьба за имущество? Ведь у Украинской Православной Церкви огромное количество, я так понимаю, и недвижимого имущества, и недвижимого, и это может интересовать политиканов, как бы, чтобы прибрать все к собственным рукам. Или это ошибочное мнение? Ну, Виталий, здесь очень просто. Тут же есть, как бы, группы, которых интересуют разные аспекты этого вопроса. Если Зеленская в этом вопросе интересует исключительно влияние, влияние, политическое влияние, политическая поддержка, то его же сторонников, чиновников и функционеров его команды могут интересовать вопросы те, что вы сказали. Да, это элементарно имущественные вопросы. В дальнейшем реализация этого имущества или приспособление этого имущества под другие проекты. Это уже такие технические вопросы, которые выносятся на второй план. Первый план — это усилить своё политическое влияние, усилить свою диктатуру, усилить свою власть на 100% даже в отрасли религии и веры. А потом уже, конечно, реализация территории, реализация храмов, реализация имущества, которые... Потому что мы же понимаем, что храмы, монастыри, лавры — это не только места церкви, храмы, где молятся люди. Это прилегающие территории, это и поля, и предприятия, и много-много чего, за счёт чего живёт церковь. Поэтому, конечно, это интересно, но это неинтересно настолько, насколько интересно именно политическое влияние и борьба с политическими оппонентами. Потому что это самое главное. Не будет политических оппонентов, будет лучезарный герой Зеленский, которому нету оппонентов и люди не смогут поддержать другого политического лидера, который бы мог возглавить оппозицию. То есть полное уничтожение Украинской Православной Церкви даст возможность, если он успеет это сделать, даст возможность Зеленскому продолжать своё такое диктаторское существование ещё какое-то время. Вы же понимаете, уважаемые зрители, что когда к чему-то призывает или зато кто-то агитирует политик, ну это делится на два, да, в крайнем случае, но когда есть какие-то предложения и какие-то слова поддержки духовного лица, то на паству это действует значительно лучше и значительно эффективнее. Поэтому всегда, сколько я помню себя в журналистике, я занимался политикой, ну я был всегда политическим обозревателем, и хочу сказать, что политики всегда пытались контактировать с духовенством для того, чтобы решать преследовать свои политические цели в определенных форматах. И, кстати, духовенство в этом довольно часто помогало решать элитеральные вопросы тем нечистым на руку людям, которые себя еще что-то возомнили. Ну и последнее пару вопросов, все-таки скажите, да. Закончу этот вопрос. Уважаемый Владимир Александрович перед выборами пришел к предстоятию Украинской Православной Церкви, блаженнейшему Ануфрию, получил от него наставление, получил благословение, попросил поддержки у него, у предстоятеля Украинской Православной Церкви. Пообщался с монахами, пообщался со старцами, за него молилась вся Украинская Православная Церковь и поддерживала его. Я не знал об этом, честно говоря. Да, еще есть очень интересная история внутренняя, где один из монахов Киево-Печерской Лавры, общаясь с Зеленским, Зеленский спросил у него, скажите, вы прозорливый старец, вы молитесь, вы затворник, скажите, стану ли я президентом? Это я вам рассказываю реальную историю. И старец сказал ему, что ты станешь президентом. На что Зеленский ему ответил, если я стану президентом, я на следующий день перейду в Лавру и крещусь. Вот такой был разговор Владимира Зеленского, еще тогда не президента, в Киево-Печерской Лавре с нашими монахами и старцами. Ну, как вы понимаете, на всех моментах Зеленский обманул верующих в Украинской Православной Церкви, да и, собственно, всю Православную Церковь в Украине. Я думаю, что этот обман выглядел и в другом аспекте, насколько я помню. Зеленский перед тем, как стать президентом активно продвигал идеи неагрессивного пролонгирования украинского, языкового вопроса, значит, разнообразных там процессов, связанных с тем, что власть должна быть прозрачной, никакого непотизма, и я помню, как он говорил, кому нравится, когда своего друга или знакомого назначают на какую-то важную должность. В общем, он говорил одно, но, в конце концов, как говорят аналитики, он оказался, оказывается, по их мнению, Порошенко номер два. Ну, посмотрим, что оно будет на самом деле, но тема очень сложная и очень прискорбная. Ну, и последних пару вопросов. Скажите, вот, план Зеленского уже озвучен, есть много очень негативных отзывов на Западе, так что, война в ближайшее время не закончится, то есть, все только будет эскалироваться, или как-то это все обернется по-другому и, возможно, мы сможем увидеть свет в конце туннеля. Это не может длиться бесконечно, это первое. Второе. Что же касается плана Зеленского, он уже всем понятен и, в том числе, на ваших эфирах вы уже не раз это обсуждали, не будем к этому возвращаться. Что же касается процесса, который может остановить войну в Украине и что должно произойти. Ну, смотрите, самое простое, что может быть, как мы должны, как война в Украине закончится, это должны в Украине наконец-то закончатся те люди, которые до сегодняшнего дня поддерживают политику Зеленского, членами его команды, это Порошенко и другие, это я называю членами его команды, потому что сегодня на закрытых заседаниях Порошенко и Тимошенко они открыто поддерживают Зеленского и его политику и его действия. Эти люди должны перестать функционировать абсолютно во всех отраслях, имеется в виду это перестать его поддерживать публично, перестать элементарно лайкать его посты, писать поддержку его комментарии, выступать его поддержку, то есть сегодня общество должно полностью, полностью, но не полностью, это должно быть больше 60-70% граждан Украины, в том числе и военных, обязательно военных, которые заговорят о том, что мы больше не можем продолжать войну в Украине. И как только общественный настрой в Украине приблизится к этому моменту, Зеленский будет вынужден прекращать военные действия. Конечно же, мы понимаем, что таким рубиконом событий станут выборы в США. Выборы в США, многие могут со мной не согласиться, и я тоже могу обсуждать этот вопрос достаточно долго, потому что Америка является законодателем моды в вопросе политических технологий и привязанности к тем или иным событиям, и я думаю, что победа Трампа на выборах в Америке внесёт серьёзные коррективы в развитие и ускорение процесса мира в нашей стране. Поэтому я думаю, что следующий год станет достаточно важным для нашей страны, и в следующем году возможна остановка войны. Но что очень важно, что я ни в коем случае не поддерживаю перевороты в нашей стране, я ни в коем случае не поддерживаю насильницкую смену влады в нашей державе. Я выступаю исключительно за выборы. Моя формула из этой формулы требовать граждане Украины, в том числе и военные от сегодня, от Зеленского. Это остановка военных действий, прекращение огня, через три месяца президентские выборы, через три месяца парламентские выборы, и через три месяца выборы в местные, районные, сельские и другие советы. И только таким образом мы сможем, если мы полностью сменим вектор развития внутренних и внешних, если наконец-то в нашей стране придет понимание того, что мы сами должны думать за развитие нашей страны, в первую очередь думать об интересах нашей страны, что мы не должны защищать Европу, мы должны защищать собственные интересы, что без дружбы, без дипломатии с соседними государствами Украина не сможет развиваться в полном объеме, не сможет существовать в мирном русле и так далее, и так далее. Только тогда мы сможем набирать обороты как независимое, субъективное, сильное государство. Это процессы, которые связаны с многими, многими причинами, в том числе, я уже как сказал, и с настроением граждан нашей страны. Да, вы упредили, кстати, мой вопрос второй, это связано с тем, что если когда-нибудь это все закончится, будут ли выборы, но я тоже свято верю, что это все будет поэтапно реализовано, но вы знаете, украинский политик настолько непредсказуем, поэтому у меня даже складывается впечатление, что если что-то пойдет как бы в нужном русле, то эти люди просто так власть не отдадут, вы же понимаете. Поэтому есть на чем задуматься. Да, ну вы знаете, я даже слышал недавно о том, что вот эти праворадикалы, которые наживаются сейчас на войне, это Латчин и Стерненко, там вот эти все такие интересные личности, они должны были заявлять о том, что они создают свою партию, что они будут идти на выборы и так дальше. Но выборы еще не объявлены, конечно же, еще неизвестно, когда это все произойдет, но это очень страшно. То есть, если подобные личности пойдут в политику, если подобные личности займут места в парламенте, не дай Бог, кто-то из них станет президентом, это, конечно, страшные вещи, и тогда это продлит уничтожение нашего государства. То есть, сегодня в Украине может стать президентом и большинством в парламенте должны быть те люди, которые исключительно стремятся к миру, которые стремятся к созиданию, к дипломатии, к развитию нашей страны. Другого развития, другого сценария я не вижу. То есть, другой сценарий исключительно будет уничтожением нашего государства и украинцев как нации. На сегодняшний день мы уже, к сожалению, потеряли минимум одно поколение. Да, это просто ужасно. Хотелось бы, чтобы это все закончилось и побыстрее, но пока особых звоночков относительно перспектив позитивных мы не видим и не слышим. Артем, я очень вам благодарен за то, что нашли время, за то, что ответили на мои вопросы и поделились своими мыслями по поводу тех тем, которые я предложил к сегодняшнему обсуждению. Жму вашу руку и надеюсь на благосклонность в будущем. Спасибо вам большое. Да, спасибо вам, Виталий, за вашу работу, спасибо за эфир, спасибо нашим зрителям за то, что смотрите. Ну и горячим головом я хочу напомнить, что мнения гостей и автора канала могут не совпадать и канал и автор канала не несет ответственность за то, что говорят гости в эфирных спотах. Большое спасибо всем, кто смотрел, спасибо, что подписываетесь на канал Диги Лайв. Сегодня нашим гостем был Артем Дмитрук, народный депутат Украины, он сейчас находится за пределами Украины в связи с политической ситуацией и острой, будем говорить, фазой преследования украинской власти, Артема. Но я думаю, что, в общем-то, мы тоже будем отслеживать эту историю и в конце концов это будет тема нашего обсуждения в горячей фазе. Спасибо еще раз всем. С уважением, Виталий Дикий. Через небольшой промежуток времени встретимся. Редактор субтитров А.Семкин